Доброе утро! Здравствуйте! С вами Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Встречайте новый день с нами и, естественно, сегодня вы увидите много нового и интересного. Итак, подготовка к лету. На совещании в администрации округа обсудили итоги месяца чистоты и благоустройства в части содержания дворовых территорий. Выездная встреча. Глава муниципалитета Андрей Иванов ознакомился с деятельностью территории творческого развития созвездия. Меры соцподдержки. В округе активно оказывают помощь медицинским работникам и реализуют региональные программы. В рамках проекта в Первой Одинцовской библиотеке координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ответил на вопросы из зала. И семьей дорожить, счастливым быть. Концерт под таким названием прошел в Первой Одинцовской библиотеке в Международный день семьи. 19 мая 1712 года по велению императора Петра I столицу России перенесли из Москвы в Санкт-Петербург, которому в то время было всего 9 лет. Он был главным городом Российской империи и резиденцией императоров с 1712 по 1918 годы. С тех пор Москва стала центром Великого княжества Московского, а во второй половине 15 века – столица единого российского государства. Чем еще запомнился этот день в истории, смотрите в следующей рубрике. 19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция Комсомола приняла решение о создании пионерских отрядов. В СССР этот день отмечался как день рождения пионерии. У организации появился собственный гимн «Марш юных пионеров», тот самый, где первые строки «Взвестись кострами синей ночи, мы пионеры, дети рабочих». Пионеры участвовали в различных смотрах, трудовых акциях, субботниках, сборах макулатуры и металлолома, играх и спортивных соревнованиях. Популярная игра «Зарница» проводится во многих школах до сих пор. 19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. История аптечного дела в России прошла большой путь развития от первой царской аптеки до мощного фармацевтического производства. А началось все в 1581 году, когда в Кремле открылась первая верхняя государева аптека, которая обслуживала на тот момент царскую семью. Еще 19 мая в России отмечают День русской печи. Ни одну старинную крестьянскую избу невозможно представить без этого уютного домашнего очага. Печь использовали как для приготовления пищи, так и для обогрева помещения. Отопительный сезон начинался с праздника Покрова, с середины октября, и заканчивался он в Благовещении в апреле-майе. 19 мая родился актер театра и кино, заслуженный артист России Леонид Харитонов. Его кинематографическая судьба началась с успеха в фильме «Школа мужества», где он снимался еще будучи студентом. В 1955 году на экраны страны вышел «Солдат Иван Бровкин», и Леонид Харитонов стал кумиром поколения. Также 19 мая родилась советская и российская актриса театра и кино Майя Булгакова. В первый же год работы она снялась в фильме «Вольница», а в 1976 году Булгаковой присвоили звание народной артистки РСФСР. А теперь к новостям округа. Прогребание газонов, мойка контейнерных площадок и ремонт детских игровых комплексов. Об итогах работы по содержанию дворовых территорий в ходе месяца чистоты и благоустройства при подготовке к летнему периоду шла речь на еженедельном совещании в администрации округа. Сюжет нашего корреспондента. Итоги месяца чистоты и благоустройства в Одинцовском округе, а также планы на лето по содержанию дворовых территорий озвучили в ходе еженедельного совещания главы муниципалитета. Все наши подрядчики и муниципальные бюджетные учреждения, за которыми закреплены были территории в СКПД, провели все циклы работ по прогребанию газонов один цикл, уборка смета два цикла, механизированная уборка дворов два цикла, мойка контейнерных площадок один цикл. Все запланированные работы выполнены 100%. На смену субботникам пришел период летнего содержания территорий, дворов, общественных пространств, тротуаров, межквартальных проездов и фонтанов. Полным ходом в округе уже идет работа по удалению граффити, ремонту резинового покрытия и замене игровых элементов на детских площадках. Почти из 700 выявленных дефектов исправили 300. Это не аварийность? Это не аварийность. Это плановая замена старых элементов. Аварийный элемент удаляется, но в СКПД остается метка, что он должен быть поставлен на место. И поэтому пока, скажем, реконструкция площадки не пройдет, задачу в СКПД закрыть нельзя. Кроме того, идет активная работа по ямочному ремонту межквартальных проездов. Первая волна завершится уже к 30 июня. Всего необходимо заделать более 3000 ям. Из них уже заасфальтировано 150. В территории творческого развития созвездия работают различные творческие и спортивные кружки для людей всех возрастов. Базируются они в Голицыне на Советской улице. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с коллективом культурного учреждения и ознакомился с направлением его деятельности. Подробности в нашем следующем сюжете. Ритмика, акробатические элементы, постановка классического и современного танца. На территории творческого развития созвездия, входящей структуру культурно-досугого центра Голицынский, свои достижения представляют участницы хореографической студии. Девочки регулярно танцуют на концертных площадках в округе, а сегодня выступили перед главой муниципалитета. Андрей Иванов посетил созвездие и встретился с творческим коллективом. Девчонки, конечно, у нас участвуют по разным конкурсам, мероприятным, административным. Буквально только три дня назад мы приехали из Казань. Получили первое место. Победили. Победили, да. Первое место взяли. В созвездии занимаются не только танцами, но и вокалом, живописью, оздоровительной физкультурой. Также работают секции по боксу и цирхвандо. Всего свою деятельность здесь ведет 21 клубное формирование. Работа не останавливается и летом. На этот период запланирована насыщенная культурная программа во всех пяти филиалах, которые входят в Голицынский КДЦ. Для такой масштабной деятельности необходим дополнительный зал для занятий. Об этом не раз говорили сотрудники. И решение нашлось. Здесь, на Советской улице, в левом крыле здания, есть просторное помещение. В котором можно проводить массовые мероприятия. Андрей Иванов ознакомился с предложением коллектива. 469. Это нам позволит увеличить платную деятельность и количество клубных формирований. То, что касается бюджетных платных, мы просто расширили их деятельность. На данный момент в помещении уже демонтировали стены и вывезли строительный мусор. Теперь необходимо провести обследование здания и подготовить проект. Новое помещение позволит создать дополнительные условия для досуга и отдыха жителей разных возрастов. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. А теперь о новостях Московской области. В Подмосковье начался сезон покоса травы. Он продлится до октября. Работы проводят в соответствии с законом. Согласно ему, высота травы не может быть больше 20 сантиметров. Также определяет он и высоту на газонах вдоль внутриквартальных, внутридворовых и иных проездов. Она должна быть не более 50 сантиметров. Скошенную траву должны убрать в течение трех суток со дня проведения покоса. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подтверждение возгорания переводит ее в пожароопасный объект. С начала недели на территории региона подтвердили 42 пожароопасных объекта. Из них зафиксировали только три угрозы перехода огня на земли лесного фонда. 80 пешеходных переходов в восьми округах Подмосковья оборудовали специальными табличками. Они информируют пользователей самокатов и велосипедов о правилах безопасного перехода проезжей части с целью повышения безопасности на дорогах и снижения числа ДТП. Знаки призывают переходить дорогу по пешеходному переходу, а транспортное средство везти рядом с собой. Все локации находятся вблизи железнодорожных платформ МЦД, станций метро, а также рядом с местами общественного притяжения, городскими парками, скверами, набережными. Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» в 23-й раз пройдет в подмосковной усадьбе Антона Павловича Чехова с 19 по 28 мая. Всего 20 театров представят свои работы из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Нижнего Новгорода, Севастополя и других городов. Помимо профессиональных труп, в афише несколько постановок из театральных вузов. У фестиваля в этом году появится новая сценическая площадка и новый худрук. Им стал художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Также спектакли пройдут в Мелиховской театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. В округе активно оказывают поддержку медицинским работникам в рамках региональных программ. Компенсацию аренды жилья в муниципалитете уже получают 6 медработников. Еще трое в стадии оформления документов. Кроме того, реализуются и муниципальные меры соцподдержки. Екатерина Крамор расскажет подробнее. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье работают программы по привлечению врачей в лечебные учреждения. Результаты их работы уже заметны жителям округов. Медицинских кадров становится больше. Соответственно, и очереди сокращаются. В прошлом году обеспечили заметный прорыв. У нас был положительный баланс плюс 567 врачей и 390 медсестер. В этом году остается дефицит порядка 1700 врачей общей практики и узких специалистов. Наша задача, чтобы мы, каждый на своем месте, продолжали активно заниматься привлечением врачей. Если в 2023 году баланс также будет положительным, это и станет теми самыми переменами, которые мы должны обеспечивать. Ольга приехала в Одинцова и Сергиева Посада. В Одинцовской областной больнице работает врачом-эпидемиологом. В числе ее обязанностей – ведение статистики, аналитики, мониторинг, выполнение планов по вакцинопрофилактике населения. На данный момент свою работу совмещает с обучением в ординатуре. Трудоустроилась в Одинцовскую больницу чуть более трех лет назад, еще до начала ковида, и стала получать эти выплаты чуть менее года назад. Сообщила об этом администрация города и предложила такую возможность с компенсацией арендового жилья. Подобная мера соцподдержки особенно важна для молодых специалистов. Кроме того, в округе действуют региональные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». А также с 2016 года медицинские специалисты получают свидетельство по программе «Социальная ипотека». Для участковых врачей, терапевтов, педиатров и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей. Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова». А теперь о московских новостях. В столице начали тестировать мини-электробус. Это первый отечественный электробус без ступеней. Транспорт рассчитан на 16 человек. В салоне есть кондиционер и валидатор для оплаты проезда. Тестируют электробус на маршруте номер 883, который следует от станции метро «Озерное» до метро «Говорова» через поселок Мещерский. О других новостях столицы расскажем прямо сейчас. В этом году в Москве откроют 13 зон отдыха для купания. Сезон стартует 1 июня. Но прежде чем москвичи начнут купаться, безопасность водоемов проверят различные ведомства, в том числе и Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах. В свою очередь специалисты Роспотребнадзора проведут отбор и изучение проб воды и песка. И как только водоемы пройдут все необходимые проверки, зоны отдыха с купанием будут считаться готовыми к летнему периоду и приему отдыхающих. Москва является одним из лидеров по количеству музеев и выставочных залов в мире. В столице их свыше 400, более чем во многих городах мира. В прошлом году их посетили 25 миллионов человек. Высокий интерес жителей и гостей столицы к музеям это результат реализации городских проектов и внедрения современных технологий. Так, каждую третью неделю месяца проходит акция Московская музейная неделя, в рамках которой все желающие могут посещать городские музеи бесплатно. Популярностью пользуется и ежегодная акция Ночь в музее. В этом году она пройдет с 20 по 21 мая в онлайн и офлайн формате. Уже почти три года пассажиров московского городского транспорта, пригородных электричек, каршеринга и такси консультирует виртуальный помощник Александра. Также она поможет с вопросами парковок, аренды и использования велосипедов и самокатов. Чат-бот доступен в приложениях Метро Москвы, Московский транспорт, Парковки России, в социальных сетях и мессенджерах круглосуточно и без выходных. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в программе вы увидите. В рамках проекта в Первой Одинцовской библиотеке координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт ответил на вопросы из зала. Семьей дрожит, счастливым быть. Концерт под таким названием прошел в Первой Одинцовской библиотеке в Международный день семьи. Новости Афиша о культурных мероприятиях, которые пройдут в округе в предстоящие выходные, расскажем в нашей рубрике. Встреча в рамках проекта «22 вопроса К» прошла в Первой Одинцовской библиотеке. В этот раз героем мероприятия стал координатор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Андрей Чернов. Об истории и основных направлениях спасательной деятельности смотрите в репортаже Полины Баховой. Завершающая в этом учебном году встреча в рамках проекта «22 вопроса К» прошла в Первой Одинцовской библиотеке. Каждый месяц, начиная с осени, гости рассказывали о себе и своей профессии, отвечая на вопросы школьников. Мы приглашаем к нам сюда в библиотеку людей, которые могут рассказать о своей профессии, о том, как они пришли в эту профессию. И возможно, что ребята, послушав нашего гостя, примут для себя определенные решения. Может быть, кто-то захочет быть врачом, кто-то спортсменом, кто-то композитором. Вот сегодня у нас поисковый отряд. Может быть, кто-то захочет отдать себя этому делу и помогать людям. Печальные, но упрямые данные статистики говорят, что ежегодно в России исчезает более 100 тысяч человек. Четверть из них – это дети. Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт», названного в честь маленькой девочки, не дождавшейся помощи, каждый день посвящают себя тому, чтобы таких случаев не было. Это такое направление, которое позволяет сейчас, в нынешнее время, многим людям показать свою душу и добро к отношению других людей. В нашем мире сейчас все так не очень просто. Добровольчество и волонтерство сейчас на самом деле очень сильно развивается и можно себя найти в этом деле. Они ищут пропавших людей, проводят профилактические мероприятия и обучают добровольцев. Андрей Чернов рассказал об использовании своих основных методов и наработок. Поделился случаями из жизни. Для меня был фактор того, что человек еще живой – это собаки, которые не вернулись домой. Я им верил, что они не вернутся домой, пока человек жив. Они будут греть бабушку, лежать с ней до последнего. Сегодня поиском людей занимаются более 30 тысяч волонтеров. Глядя на заинтересованность ребят, можно смело сказать, что ряды поисковиков будут только пополняться. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. В Международный день семьи в Первой Одинцовской библиотеке состоялся концерт «Семьей дорожить, счастливым быть». Участники праздничной программы исполнили песни и прочитали стихотворения, а также поделились своими историями из семейной жизни. Рассказывает Екатерина Крамор. Магомед приехал в Одинцовскую библиотеку номер один вместе со своими воспитанниками Московского ансамбля «Кавказского танца». Его коллективу уже семь лет, а начиналось все с обычной студии, куда ребята приходили заниматься танцами для себя на любительском уровне. Теперь за плечами подростков большие выступления. Они побывали даже на сцене Кремля. От такого рода мероприятия я никогда тоже стараюсь не отказываться, потому что всегда хочется быть с людьми. Мне эта библиотека очень нравится. Сюда, когда я захожу, у меня всегда такое радостное ощущение. Помимо приглашенных танцоров, на концерте, посвященном Международному дню семьи, с песнями и стихами выступили участники разных возрастов. На сцене библиотеки они исполнили произведения, о родителях, домашнем очаге и семейных ценностях. В основном все песни о любви. О любви, о жизни, об отношении к женщине. Поэтому сегодня, так как семейный так называемый праздник, поэтому я буду петь две песни о любви. наших советских авторов. Яркие, поэтические, а порой и трогательные выступления не оставили зрителей равнодушными и напомнили им еще раз о том, что семья – самое ценное, что есть в жизни. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». А теперь к новостям России. В Казани стартовал международный экономический форум «Россия. Исламский мир». До 20 мая здесь пройдет порядка 200 мероприятий, а их проведение обеспечит 15 тысяч человек. В рамках форума город посетят более 7 тысяч гостей из разных стран мира. Другие российские новости смотрим далее. Российские ученые представили новую технологию, которая может сделать солнечную энергетику еще более выгодной. Они предложили сочетать солнечную энергию и углеводородное топливо в газотурбинной установке. Это позволит снизить потребление газа на треть, что значительно повысит его рентабельность. В Роспотребнадзоре по Омской области предупредили об опасности ранних грибов. К примеру, это сморчки и строчки, которые относятся к условно-съедобным и в которых содержится гелвеловая кислота. В целом, специалисты советуют съедать не более 200 грамм грибов в день. Предварительно их нужно отварить в течение 10-20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, а переходит в отвар, который следует слить, отметили в ведомстве. Ученые нашли способ борьбы с так называемыми торфяными зомби-пожарами. Это пожары, которые горят зимой под снегом. Они становятся все более распространенной проблемой в России. Причем возникают возгорания вследствие наземных пожаров, и под слоем снега процесс может продолжаться годами. Специалисты предлагают патрулировать территорию с помощью инфракрасных сенсоров для обнаружения пожаров. При обнаружении очаг необходимо извлечь на поверхность с помощью бульдозера, торф распределить тонким слоем и смешать со снегом. В преддверии дня славянской письменности в Знаменской библиотеке пройдет тематическое мероприятие «Азбуки. Ступеньки науки», где ребятам расскажут о празднике, его истории и значении для культуры России. Вспомнят, как создавалась славянская азбука и какова роль просветителей Кирилла и Мефодия. О других мероприятиях, которые пройдут в округе в эти выходные, смотрите в рубрике «Новости. Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости. Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. Летнее тепло внезапно ворвалось на улицы города и вместе с собой принесло массу возможностей интересные и ярко провести выходные дни. А наша подборка культурных и спортивных событий в округе в этом поможет. 20 мая в 11.00 в Дубковском доме культуры пройдет фестиваль «У наших ворот» веселый хоровод. Он направлен на популяризацию хоровода среди молодого поколения. Участники и руководители творческих коллективов округа обменяются опытом, проявят себя и внесут вклад в развитие русской культуры. В рамках Дня славянской письменности и культуры в Больших Веземах в Сквере Победы пройдет игровая программа «Вспомним игры былых времен». В 12 часов всех желающих приглашают поиграть и вспомнить традиционные славянские игры и забавы, погрузиться в историю славянских народов. А творческая студия «Палитра» приглашает на мастер-класс по живописи. У всех желающих будет возможность написать морской пейзаж. Под руководством опытного педагога начинающие художники узнают секреты создания таких картин. При этом никакой художественной подготовки не требуется. Мастер-класс состоится в 12 часов дня в поселке Горки-2 в Доме молодежи. Еще один творческий мастер-класс теперь для любителей пластилина пройдет в Театре сказок в парке Захарова. Здесь можно будет научиться рисовать пластилином, что развивает у детей фантазию, творческое мышление и любознательность. Занятия проведут методисты парка в 13.30. В воскресенье 21 мая Ершовский культурно-досуговый центр приглашает на яркий музыкальный спектакль «Колобок». В постановке заняты самые маленькие артисты театральной студии «Золотой ключик». Начало спектакля в 11 часов. На турнир по шашкам ждут в Захаровском ДК не только профессионалов, но и тех, кто только мечтает познакомиться с этой игрой эрудитов. Начало в 12 часов. А в парке Захарова подготовили увлекательный квест по сказкам Пушкина. На поляне сказок в 16.00 вы узнаете много нового и интересного о загадочном образе волшебной белке, поющей песенке, «Говорящем зеркале», «Ученом коте» и многом другом. Лучшим завершением воскресного вечера станет театр. В 5 часов в Ершовском культурно-досуговом центре всех ждут на спектакль «Кот наоборот». Жизнь обычного кота – это просто красота. Только мышкам этот кот в кухню заграждал проход. Что потом случилось с этим котом, вы узнаете, посмотрев веселый спектакль. Отдыхайте насыщенно и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. К мировым новостям. Палеонтологи обнаружили вымершего морского ящера. Нашли его в марокканских отложениях позднего мелового периода. Размером он примерно вдвое больше современных дельфинов. Новый вид отличается уникальной формой зубов, похожими на крестовую отвертку. Мезозавры появились около 100 миллионов лет назад и исчезли через 44 миллиона лет вместе с динозаврами. Ну а другие новости мира узнаем прямо сейчас. Исследователи провели первое в истории полноразмерное цифровое сканирование Титаника, который более 100 лет лежит на дне Атлантического океана. Чтобы добиться высочайшего разрешения, они сделали более 700 тысяч снимков лайнера со всех сторон и создали точную 3D-реконструкцию. В результате получилось уникальное трехмерное изображение всего корабля, которое позволяет увидеть его, будто вокруг нет воды. Возможно, это поможет узнать, что произошло в ночь крушения лайнера. Ученые создали новый способ вакцинации без уколов. По словам авторов разработки, введение вакцины происходит без повреждения кожи через волосяные фолликулы. Такой подход обеспечивает доставку препарата к активным клеткам без необходимости нарушать целостность кожного покрова. Это позволяет полностью избежать негативных последствий традиционных протоколов вакцинирования. Бледная поганка вызывает необратимую острую недостаточность печени и почек и является причиной более 90% всех смертей от отравления грибами во всем мире. Ученые обнаружили вещество, которое может стать первым в мире противоядием при отравлении бледной поганкой. Испытания на лабораторных мышах показали, что введение препарата снижает смертность от яда поганки на 40%. Ну а теперь о погоде. По прогнозам синоптиков сегодня будет пасмурная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 14-16 градусов тепла, ночи около плюс 10. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационном выпуске в 20.00. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. Ну а с новостями молодежной редакции вы можете познакомиться в нашем телеграм-канале про молодежь. С вами были Наталья Гончарова и Ольга Дмитриева. Всего вам самого доброго, удачного рабочего дня, заключительного на этой неделе и отличных выходных. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова